В новых условиях развития России нужен новый экономический сценарий, основные черты которого сегодня также были представлены в послании главы государства. Владимир Путин остановился на самых болезненных вопросах в отношениях государства и бизнеса. Подробнее об этом Павел Пчелкин. В центре новой модели роста экономики, по мнению президента, должны встать экономическая свобода, частная собственность и конкуренция. Но в первую очередь конкурентоспособными должны быть сами правила игры для бизнеса. Путин напомнил, за страсть к уводу капиталов в офшорные зоны наших предпринимателей упрекают непатриотичность. И это далеко не всегда справедливо. Это вопрос доверия бизнеса государству. Хочу еще раз подчеркнуть, лучший способ сделать бизнес патриотичным обеспечить эффективные гарантии защиты собственности и выполнения договоров. Сделать привлекательной российскую юрисдикцию. Следует исправлять свои собственные недоработки. В судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов. Лишь честно признав это, можно кардинально изменить ситуацию. Надо наладить пламерную работу по упорядочению законодательства. При этом раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса. От обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике. Путин пообещал защитить бизнесменов от нечистоплотных конкурентов, использующих против них свои коррупционные связи в правоохранительных органах и судах. Нужно исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение счетов при помощи заказных уголовных дел. Так будет установлен запрет на возбуждение уголовных дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических составов. Серьезно возрастет ответственность сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию. Коснулся президента работы органов надзора. Часто их проверки становятся самоцелью, и это серьезная проблема для предпринимательства. Национальный бизнес, считает Путин, ни много ни мало один из главных ресурсов развития страны. Его беречь надо. Правительство должно изменить всю систему контроля. Контроль – это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда показателем деятельности контрольных органов служит не результат, а просто число проверок. Просто классическая палочная система. Необходимо ввести публичную отчетность контроля надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах. И сразу будет видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была. Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального развития. При этом хочу подчеркнуть, ни одна бизнес-структура не должна пользоваться привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти. Затронул президент и тему приватизации, которую задумало правительство. То, насколько честно и прозрачно она будет проведена, может сыграть чуть ли не ключевую роль для восстановления доверия бизнеса государству. Приватизация, которую правительство намерено проводить, не должна иметь ничего общего, кстати говоря, с практикой 90-х годов, с пресловутыми залоговыми аукционами. Это должна быть приватизация, основанная на честной, открытой продаже госсобственности по справедливой, реальной цене. Качество приватизации, уважаемые коллеги, это не только поступление средств в бюджет. Это, прежде всего, вопрос доверия общества к действиям государства. Это появление по-настоящему легитимного, уважаемого собственника. Я прошу об этом помнить всех тех представителей правительства, которые отвечают за проведение приватизационных процессов. Налоги – одна из самых болезненных тем для бизнеса, особенно на фоне предложений ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Иначе говоря, увеличивать налог в зависимости от размера дохода. Президент заявил, как бы внешне социально справедливо не смотрелась прогрессивная шкала налогов, справедливости она не обеспечит, а наоборот станет бременем для миллионов людей со средними доходами. Если вы начнете считать, к чему это приведет, вы убедитесь, что так оно и будет. И кроме всего прочего, чего еще будет? Будет уход от налогов и недополучение в бюджет, в казну соответствующих объемов денег от этого налога. А значит, у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии, тех же самых пенсий, бюджетной сферы. Вот вам и социальная справедливость. Поэтому действовать в этой сфере нужно крайне аккуратно. Вместе с тем глава государства прямо заявил, в отдельных сферах с точки зрения социальной справедливости введение новых налогов явно назрело. Но вот что можно делать, что, считаю, нужно делать и справедливо, так это облагать так называемое престижное демонстративное потребление дополнительными налогами. Напомню правительству о необходимости уже в первой половине 2013 года реализовать принятые принципиальные решения по так называемому налогу на роскошь. Включая элитную недвижимость и как бы тяжело не было на дорогие автомобили, пускай даже новые. Затронув еще одну грань социальной справедливости, Путин обратился к размерам зарплат руководителей организаций, которые финансируются из бюджета. Часто они в десятки раз отличаются от зарплат подчиненных и мало зависят от эффективности работы организации. В некоторых учреждениях руководители в разы получают больше, чем средний персонал. Это неправильно. И эту ситуацию нужно менять. Считаю, что уровень вознаграждения руководителей организаций, которые финансируются за счет бюджета, должен быть привязан к качеству работы организации и к средней заработной плате основного персонала. Важнейшие условия для развития бизнеса по всей России – инфраструктура. Дороги, доступ к электроэнергии, воде и многое другое. Президент дал задание правительству вплотную заняться этим вопросом. По его словам, Россия готова направить в эту сферу почти половину денег резервного фонда. О том, что накопленные в фонде нефтяные деньги должны работать, говорилось не раз. И вот теперь, в ближайшие десятилетия, объемы дорожного строительства будут удвоены. Развитие региональной авиации, портов, Северного морского пути, БАМа, Транссиба и других транзитных коридоров – все это, по словам Путина, должно обеспечить транспортную связность и единство российской территории. Павел Пчелкин, Кирилл Зотов, Первый канал.